уважаемые коллеги добрый день сегодня 17 декабря 2017 года и я хочу ну подвести краткие итоги этого года два раза очень сильно вы мне помогли летом это было в конце июня тоже по моему 17 числа и в октябре так получилось что этот год мы прожили фактически на спонсорской или такой знаете меценатской помощи людей которые следят за нашими видео которые следят за нашей педагогической деятельностью ну и в общем-то за развитие молодежного ютуберского движения скажем так по большому счету информационная война это не просто там телешоу на первом крымском канале а это некий такой совещательный орган который призван обратить внимание на отдельные острые вопросы но и методически вооружить каким-то инструментарием и вот этим инструментарием стало молодежное телевидение крыма которые нам удалось благодаря вашей помощи в октябре в ноябре помощь шла почти два месяца арендовали помещение мы закупили оборудование нам помогли со стульями с мебелью вчера вот например приехал кожаный диван для нашего интервью шоу мы будем практиковать интервьюирование среди молодых журналистов студентов школьников и так далее и так далее ну и мы запаковали техническую базу при помощи которой любой человек даже если у него дома нету компьютеров там микрофонов интернета еще чего-нибудь он может прийти к нам и если у него есть что сказать мы ему поможем это реализовать на практике привет меня зовут даша и вы попали на чеховский канал вам не кажется что вокруг царит невероятная скука даже в нашем любимом интернете и все эти топовые блогеры они сделаны как под копирку все эти лайфхакеры реакции майнкрафтеры малолетние дизы дизы на дизы и все это согласитесь шлак который уже невозможно смотреть так вот я решила начать вести свой канал ведь не есть что показать каверы скетчи короткометражки разговорные видео самое главное я покажу вам крым это чего вы никогда бы до этого не узнали поэтому подписывайтесь на мой канал на нем будет очень много видео буквально до нового года ставьте лайки этому видео и делитесь с друзьями меня зовут даша это чеховский канал всего вам самого хорошего при этом мы еще поможем посеять в социальных сетях и сделать так чтобы появилась аудитория это очень важно как нам кажется друзья всем привет сегодняшнее видео хочу поговорить с вами о пресс-конференции владимира владимировича путина которая прошла вчера это очень важно как нам кажется при этом конечно же мы будем обращать внимание на качество видео на то чтобы технически было все сделано правильно ну вот такой вот фронт работы хочу еще отчитаться относительно того что мы ведем разработку той самой методички которую мы обсуждали с нашими меценатами в октябре вот этот молодежный центр вернее молодежное телевидение крыма это не только помещение не только камеры это конечно же интеллектуальный продукт нужно понимать что говорить да чему учить с чего начинать какая алгоритмика действует до того чтобы достичь поставленных результатов и вот методика занятий примерно учебный год то есть грубо говоря три раза по квартальной норме 13 на 3 до 39 занятий вот 39 занятий в этой методичке у нас будет освещено первое занятие уже написано и я буду вывешивать в описаниях к роликам ссылки на яндекс диск где будет лежать вордовский документ всем желающим которые хотят повторить наш путь у себя в регионе арендовать помещение до сделать сообщество ютуберов научить людей говорить устно без бумажки без запинки вести перекрестный допрос интервью организовать ток-шоу то есть насытить наше информационное поле патриотическим контентом но правильным и самое главное с неожиданной стороны так вот эта методичка она на самом деле требовала преамбулы но обоснования ради чего это делается и вот это обоснование как мне кажется мне удалось донести в моем докладе перед министерством образования педагогическим составом республики крым а на ютубе люди проводят до 8 часов и там тоже есть как себя вести они смотрят сериалы они смотрят блогеров кстати все блогеры топовые у которых совокупная аудитория более 10 миллионов они все выросли на западе ссылка на это выступление в описании ну и особенно конечно же обоснование получилось на форуме ливадия где я выступил с докладом останутся ли русские к сорок пятому году ссылка тоже в описании этот ролик размещен на канале познавательное тв мне кажется что вот такое целеполагание наиболее правильное нам нужно думать о стратегических вещах нам нужно думать о том что будет через пять десять пятнадцать лет и не только заниматься там сиюминутными вопросами какая просьба у меня сегодня я обещал не надоедать не на самом деле не очень это комфортно но с другой стороны поскольку уже вошли в помещение уже появились первые дети и взрослые которые в общем-то начинают заниматься этими вещами получилось так что конец года финансовый да с арендами со всеми делами там есть небольшой кассовый разрыв действительно небольшой речь идет о суммах там 30-40 тысяч и в принципе можно было бы как-то подпрыгнуть я буду это делать безусловно я буду организовывать тренинги платные шестичасовые я уже даже взялся за съемки свадьбы и так далее но вопрос в срочности и тут оставшаяся неделя нужно успеть закрыть несколько дырок поэтому те люди которые мне уже помогали большое вам спасибо без вас на самом деле ничего бы этого не было те люди которым интересно то что мы делаем и кого интересует методическое пособие по организации молодежного телевидения в вашем городе или в вашем селе либо индивидуальная работа с вашими детьми с чего начать чем закончить о чем писать ролики и так далее и так далее просьба в описаниях к ролику есть длинный список там разных наших реквизитов мы не одни я не сам да вокруг меня есть определенная команда она рассосредоточена по стране и я хотел бы попросить вас ну бог любит троицу да и в этом году третий последний раз в общем-то поддержать нас по мелочи закрыть аренду проплатить ее за январь и в общем-то я думаю что в дальнейшем мы выйдем на полную самоокупаемость за счет тренингов конечно прежде всего то есть самоокупаемость там лежит совершенно не в производстве не монетизации новых детских каналов особенно если еще учесть что все ютубовские каналы в крыму не монетизируются и там надо в общем-то исхитряться я прошу о помощи очень маленькой дозированной суммы там любые на ваше усмотрение 100 200 300 рублей для того чтобы закрыть год и для того чтобы в январе мы могли более активно взаимодействовать с вами в том смысле что у вас наверняка возникнут вопросы а как сделать вот это как сделать вот это а как бы выстроить вот такую стратегию я думаю что мы с вами будем писать skype включение на эту тему для того чтобы эта информация посевалась и для всех остальных но мне вот в конце года вдруг понадобилась ваша помощь и я в последний раз хочу с ней обратиться извините конечно если это кого-то задевает кто-то скажет вот таран там побирается вот но на самом деле эта деятельность со стратегией планирования там 20 25 лет она на самом деле финансируется совершенно из других источников и ваша помощь это один из них ну в общем если я кого-то обидел я прошу прощения а если кто-то чувствует мотива возможность нас поддержать пожалуйста поддержите спасибо за внимание